Под заголовок. Принципы Лиги Защиты Евреев. Поскольку недели проходили, а кризис все рос, пока еврейские группы оставались пассивными и молчаливыми, я решил, что настало время создать новую организацию, первое по-настоящему еврейское движение. Она должна была стать известной как Лига Защиты Евреев, ЛЗЕ. Лига Защиты Евреев должна была совершить радикальную революцию в мышлении и практике еврейской общины, совершить возврат к первоначальному, традиционному еврейскому мышлению, основанному на следующих принципах. Первое. Еврей отвергает любые попытки сплавления или интеграции в нееврейское общество, чуждая иудаизму. Еврей – это гордая, отдельная и исключительная сущность с отдельной судьбой и направлением. Второе. Еврейские интересы находятся на переднем плане в любом порядке еврейских приоритетов. Никто не поможет евреям, кроме других евреев, и каждый еврей обязан чувствовать боль и помогать любому обеспокоенному еврею в беде. Все евреи составляют одну неделимую еврейскую нацию. Мы были убеждены в том, что апатия и отказ американского еврейства сделать то, что оно должно было сделать во имя евреев Европы во время Второй мировой войны, стало прямой причиной их уничтожения. Также, как мы знали, что многие евреи были бы спасены, если бы они слушали слова тех, кто призывал их в предвоенные годы «научиться стрелять», мы были полны решимости не повторять ни одной из этих ошибок. Третье. При оценке любой проблемы главным вопросом для евреев является, хорошо ли это для евреев. Четвертое. Евреи слишком долго подвергались трагической и лживой пропагандистской кампании со стороны своих ассимиляционных лидеров, которые заставляли их поверить в то, что Америка является позитивным, окончательным решением для евреев. Мало того, что это не так, это вполне может оказаться самым негативным из окончательных решений. Для этого евреи должны научиться защищать себя, использовать огнестрельное оружие и изменить образ еврея от робкого, испуганного существа до такого, который готов дать по голове своему ненавистнику, так же, как любой, кто физически защищает свои права. Пятое. Еврейское экономическое, социальное и политическое влияние должно использоваться для создания истинного еврейского влияния во имя еврейских интересов. Политиков следует интервьюировать и спрашивать о том, что они намереваются сделать для евреев, и их следует поддерживать или не поддерживать, в зависимости от их ответов на этот вопрос. Шестое. Следует поощрять еврейскую гордость, особенно среди молодежи, путем массовых усилий по созданию и поддержке еврейских школ и отхода от государственной школы. Нужно преподавать еврейскую традицию духовно голодающему мальчику, а также еврейскую национальную историю, в частности, подвиги еврейского подполья в Палестине. Из этого в конечном счете появилась философия Лиги защиты евреев. Это была настоящая революция, но по иронии судьбы не такая, которая должна была создать нового в кавычках еврея, а скорее такая, которая воссоздавала старого. В отличие от других еврейских групп, чьи корни и начало происходили из ассимилированных нееврейских концепций, ЛЗЕ должна была стать чисто еврейским движением. Самое главное, что в отличие от других еврейских групп, которые были прагматичными, а не идеологическими организациями, ЛЗЕ должна была стать чем-то намного большим. Это было создание не организации или движения, а идеи, оригинальной еврейской идеи, которая была искажена изгнанием и испорчена эмансипацией. Это было новым утверждением подлинной религиозной нации с ее гордым исключительным путем и судьбой. Вот что должна была сказать ЛЗЕ американским евреям. Еврейский народ – это религиозная нация, которая возникла на Синае. Это особый народ с особенным наследием и учением, чья судьба состоит в том, чтобы жить в стране Израиля и создавать общество святости и величия, которое станет вдохновением и примером для всего мира.